Всем привет! Вы на канале Toy House. Здесь лучшие обзоры только для вас, для самых-самых лучших людей. И сегодня хочу вам показать интересную модель. Это будет модель самолёта Мрия. Самый большой грузовой, так сказать, самолёт. Это Ан-225 Мрия Антонов. В общем, такая стилизированная коробка. Где купить? Ссылку на продавца я оставлю в описании. А за сколько купил, всё расскажу вам в видео. В общем, вот такая вот интересная коробочка идёт. Прям можно посмотреть картинки. Видите, какой он огромный просто самолёт. Вот здесь вот красивая картиночка. Вот ещё Мрия. Так, давайте с этой стороны посмотрим. Здесь, знаете, здесь, смотрите, железнодорожный вагон или вагон метро прям туда заезжает. Посмотрите, просто вообще, просто нереально огромный самолёт. И вот он здесь ещё. Что ж, вот такая вот интересная, кстати, коробка, да, очень классно сделана. Такая прям под стилистику, как будто бы я прям взял именно на заводе Антонова купил данную модель. На самом деле нет, продаётся она на Алиэкспресс. Стоимость составляет от 2,5 до, ну я округлю, до 3 тысяч рублей. В зависимости там от различных скидок, да, когда там бывает, устраивают скидки, бывает бесплатная доставка. В общем, я купил конкретно, по-моему, 2,800 не обошёлся. Вот. Так вот выглядит. Здесь всё у нас в блистере идёт. Всё аккуратненько. Всё у нас закрыто. Сейчас мы достанем. Модель уже собрана. Кстати, масштаб, чтобы вы знали, масштаб здесь идёт 1,400. Просто чисто авиационный масштаб. Но есть ещё, конечно, масштабы какие там у нас. Получается, 1,144 вроде делают авиационные. Ещё один, по-моему, 144. Вот, честно, не помню, не буду я пудрить вам голову. В общем, я, по сути, не собираю такой масштаб, но самолёт мне сам понравился, и я решил его вот приобрести. В окраске он идёт, кстати, получается, авиалинии Украины, потому что здесь флаг я вижу украинский. Сейчас посмотрим всё. Как её открыть, достать-то? Вот так вот. Здесь ещё идёт у нас плёночка какая-то. О, здесь для удобства, чтобы достать, что ли, можно было. Опа, вот это шикардос. Вот это шикардос, ребята. Честно, а, вот ещё подставочка идёт с логотипом Антонов, поэтому можно его поставить, данную модель, на полочку. Особенно, кто собирает самолёты, мне кажется, вам будет очень-очень, ну, понравится данная модель. Тем более, по-моему, если я не ошибаюсь, такую модель никто не выпускает вроде. Ну и давайте рассмотрим переднюю часть. Здесь всё идёт у нас сразу, могу сказать, в наклеечках, никаких окошек нет. Здесь у нас идёт, как бы, полностью пластиковый борт. Крыло также сделано из пластика. Ну, в принципе, по сути, хоть он и маленький, но смотрится довольно-таки интересно. Итак, что у нас здесь написано? Интернационал Карго Транспортер. Номера телефонов. Мария. Флаг Украины. Антонов 225. Вот это у нас откидывается вот так вот получается. Ну, почему-то нету шва, да? Не видно его. По сути, где-то он должен здесь быть, но я не вижу его. Кстати, он настолько огромный, этот самолёт, что просто там вот я видел обзор на этот самолёт именно. Там можно ходить, короче, вот сюда подняться, вылезти вот здесь вот, например, можно. Тут отдельные какие-то места. Тут, кстати, на задней части, получается, у нас едут обслуживающий персонал. У них, кстати, нет ни окошек, ничего. Они там едут в темноте, но там полностью салон стоит. Это можете, там, ну, если интересно, да, в Ютубе есть такое видео. Обзор я вам даже не объясню, потому что там настолько прикольно всё, так интересно. Надо смотреть, короче, самому. Ну, а мы посмотрим модель. Три двигателя у нас на одном крыле. Висят двигатели, у нас тоже идут с проработочкой. Вот так вот они выглядят. Тоже довольно интересно. Вот так вот передняя часть. Шасси. Шасси выполнены из пластика, статичные, они не крутятся, ничего с ними не происходит. Здесь также у нас три двигателя. Двигатели, кстати, аккуратно всё приклеено. Я не скажу, что здесь прям какие-то следы клея можно увидеть или ещё что-то. Всё вроде на своих местах. Тоже какие-то надписи, да? Вот присутствует какая-то надпись. Хотите, читайте, вот переводите. Экипаж, по-моему, составляет вроде бы три человека, на самом деле, у этого самолёта. По-моему, это два пилота и штурман, если я не ошибаюсь. Может, конечно, бортпроводник ещё. В общем, не буду я в такие технические подробности вдаваться не буду. Здесь у нас идёт бортовой номер. УР-820-60. Кстати, по-моему, самолёт даже сейчас находится в единственном экземпляре, всего лишь создан. И вот он работает, прям постоянно работает. То есть он там стоит буквально, может, неделю постоит или пару дней. И опять летает по всему миру, во все страны. То есть возит различные продукты, медикаменты, гуманитарные грузы. В общем, много всего. Здесь у нас логотип Антонова идёт. Антонов Айрлэнс. Айрлэйнс. Так, наверное, правильно будет. Двойное хвостовое оперение у нас идёт. Ну, просто, просто потрясающе. Пластик жёсткий, прям могу сказать. Прям очень жёсткий пластик. Давайте нижнюю часть посмотрим. Нижняя часть у нас. Здесь вот какая-то надпись идёт. Номера телефона. В общем, все дела. Можете звонить. Телефон, факс. Здесь почта написана. То есть это на самом деле у самолёта или это здесь вот так написали? Мне кажется, на самом деле. Он когда пролетает, здесь, наверное, есть. Надо, кстати, можно во флайт-радар даже забить вот этот номер и посмотреть. Летит сейчас самолёт данный или нет вообще? Есть или нет? Посмотрите, шасси у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь с одной стороны, семь с другой. Это... Ну, для чего это сделано, во-первых? Потому что очень тяжёлый самолёт. Ну, и чтобы он так плавно мог сесть. На самом деле моделька очень-очень зачётная получилась. Я не жалею, что её приобрёл. Есть ещё другие, Антоновы. По-моему, Анна 124. Есть тоже в Ливреи такой будет украинских авиалиний. Можете зайти. Вот я оставлю ссылку, да, на продавца. Зайдите, посмотрите. Довольно интересная модель. Да, мелковатая может быть. Сколько она, считай, вообще? Ну, масштаб 1.400, вот в ладошку помещается. Но, тем не менее, довольно-таки, ну, необычные. Автомобиль, хотел сказать. Необычная модель. Тем более, по-моему, я самолёты ещё не обозревал. И вот такая подставочка. Вот так вот это всё дело ставится. И, в принципе, ну, выглядит зачётно. Попробую сделать снимки с ним на макете. Там, считай, асфальт. Может быть, получится. Ну, не факт. У меня же асфальт такой кривой. Может быть, и не очень будет. Ну, посмотрим. Если что, заходите в Инстаграм мой. Там фотографии будут. В общем, моделька классная, клёвая. Мне понравилась. Если тебе тоже понравилось, то, ребят, с вас лайкос. С меня видос. Всем короче. До свидос.